Еженедельная программа «Грани недели» в студии Владимир Карамурза. Слушайте обзор важнейших событий, прошедших 7 дней, и анализируйте мнения экспертов и гостей нашей передачи. Итак, в сегодняшнем выпуске. В 1917 году в этот день была арестована династия Романовых. В 1633 году Галилей отрёкся от своих убеждений. В 1999 году в эти дни начались натовские бомбардировки Югославии. В 1933 году Гитлер обвил Германию тысячелетним Третьим Рейхом. Многим ли тогда была ясна человеконенавистническая сущность нацизма? Общество в те годы было близоругим, полагает писатель Виктор Шандерович. Известно, известно немногим, говорил Аристотель. В 1933 году катастрофичность прихода Гитлера и сущность нацизма была ясна кому-то. И кто-то в голос предупреждал об опасности. А кто-то говорил, да ладно, для чего вы пугаетесь. Смотрите, зато коммунистов задавили. Зато смотрите, нормальный патриотик. Смотрите, какие дороги построил. Смотрите, безработица убрал. Смотрите, нас уважают. И вот этот лаг, этот зазор между катастрофой, собственно, наступлением катастрофы и очевидностью результатов, в случае с Германией он составил 10-12 лет. Иногда бывает дольше. Обстановка в Европе мало напоминала сегодняшнюю, считает политолог Глеб Павловский. Европа в 1933 году была совсем не той Европой, что сегодня. Это было рыхлое, как бы испуганное экономическим кризисом и, в общем, авторитарно настроенное сообщество. То есть, трендом, модой был авторитаризм и тоталитаризм. Диктатура считалась хитом сезона. И Гитлера поэтому не распознали. Любой национализм опасен, считает писатель Виктор Ерофеев. Да, она была сразу ясна. Вообще, любой российский режим, он бесчеловечен. И в этом смысле Гитлер ничем не отличался от других бесчеловечных поступков и режимов. Но дело в том, что настолько были унизительные мирные соглашения между союзниками Гитлером, прости, между союзником Германии, что Гитлер имел возможность играть на этих чувствах. И надо сказать, что и сейчас есть чувствоподобное здесь чувство унижения, и можно на этих чувствах играть. Сегодня в гости на же студии философ Игорь Чубайс, автор новой книги «Русская история. Беседа о смыслах», части которой ежедневно вывешиваются на сайтах Москвы. В 1933 году Гитлер объявил Германию тысячелетним Третьим Рейхом. Была ли уже тогда ясна человеко-ненавистническая сущность нацизма? На мой взгляд, практически никто не мог предсказать, что будет дальше, к чему это приведет. Но любопытна такая деталь, которая до сих пор у нас как-то не отрефлектирована. Ведь Гитлер назвал свое государство Третьим Рейхом. Вот большевики рвали с России полностью. Вообще само слово «Россия исчезла», появился СССР. А Гитлер доказывал, что он имеет корни в истории, что Великая Римская империя, как они называли, Великая Германская империя, затем немецкий кайзер, вот теперь Гитлер укоренен в прошлом, он вырастает из прошлого. Поэтому они все далеко не сразу разобрались с тем, что произошло. Более того, некоторые идеи Гитлера на ранней стадии, их высказывания, их пропаганды, они вызывали интерес и даже симпатию. Причем у людей, о которых тоже сегодня многие даже, может, не слышали об этом и не знают. Но, например, когда Гитлер говорил о том, что нужно избавиться от всех шизофреников, от всех олигофренов, что нужно избавиться вообще от больных, что нужно их просто, может, было физически уничтожить. Когда он предлагал сослать и выслать, вообще изолировать людей с гомосексуальной ориентацией и так далее, то, например, Бертран Шоу считал, что больных нужно как-то устранить. И, по крайней мере, какое-то время он эту идею отстаивал. Другое дело, что сегодня, когда вице-мэр Москвы фактически говорит, что он считает, что онкологически больных в последней стадии не надо лечить государству, не дай бог, если он заболеет. Хотя, может быть, он себя обеспечил, а что делать другим людям? То есть, сегодня такие идеи звучат совершенно дико, то есть, абсолютно дико. Я вижу, что властям можно говорить все, что угодно. Это обычные граждане. Вот я вспоминаю факт чудовищный, когда, по-моему, девушка какая-то, которая у себя в Фейсбуке опубликовала фотографию, как наши солдаты во время Маши Победы в 1945-м бросают под ножью мавзолея фашистские флаги. Там фашистские знаки. Ее обвинили в пропаганде фашизма. Ну, то есть, вот это просто абсолютная патология. Потом, правда, это было обвинение снято, но вот такое было и сейчас происходит. А вице-мэра Москвы можно призывать, якобы, учитывая опыт других стран, вот онкологически больных, снять с лечения, с обеспечения дикевича. То есть, вот я не знаю, что бы было со Стивеном Хоконом, вот который недавно умер, этот нобелевский лауреат, который разобрался в том, что такое черная дыра и так далее. Вот, если бы он родился тогда в фашистской Германии, или если бы вот вице-мэр Москвы с ним бы общался. Не знаю, к чему бы это привело. Но постепенно, конечно, европейцы стали разбираться с тем, что происходит, кто такой Гитлер, какую программу он реализует, насколько это опасно. И была такая неудачная, неправильная идея, хотя замысел-то понятен. Вот в 1938 году англичане, французы и немцы подписали Мюнкенский сговор, а цель этого сговора, реальная цель заключалась в том, чтобы оторвать рейх от Сталина, потому что они понимали, вот две опасности, Сталин и Гитлер. И если Гитлеру пойти навстречу, они, наверное, думали, Гитлер остановится, и, так сказать, вот одумается, и так далее, и так далее. И будет уже не опасен. Чуть из этого не вышло. Ну, совсем дико выглядит поведение Сталина, который в том же 1939, ну, не в том же следующем, в 1939 году, вот, подписал договор с Гитлером, при том, что за неделю до этого продолжались, шли еще переговоры между Англией и Францией, и Англия-Франция предлагала Советскому Союзу новый договор, и как бы новую антанту, если бы этот договор был подписан, то трудно представить, как бы Гитлер начал войну против трех мощных государств. Но Сталин отказался от этого, уже понимая, кто такой Гитлер, и выстраивая определенные надежды. Ну, а в результате вот все это привело к новым трансформациям, и с 22 июня 1941 года война Сталина вместе в союзе с Гитлером против Польши превратилась в войну в союзе с Польшей против Гитлера. Но вот если говорить не об этих отдельных примерах, отдельных проявлениях, отдельных событиях значимых, а в целом как-то вот попытаться разобраться, можно было предвидеть или нельзя предвидеть, возможен анализ, возможно предсказание или нет. Надо признать, что вообще-то тоталитарная власть, она, как правило, никого не хочет слушать, она всем объясняет, как надо себя вести, и никого не слушает. Но даже если взять демократические государства, то и там все непросто. И там реагируют не сразу, реагируют, так сказать, не совсем так, как кто-то ждет. То есть, вот, услышать, как бы, голос истории, услышать смысл происходящих процессов, понять их, и реагировать на них, это вопрос очень непростой. Ну, можно привести такие факты. Вот, сегодня все знают, что Вторая мировая война это Холокост, это уничтожение шести миллионов евреев. Сведения о том, что евреев просто физически уничтожают, вот я не знаю, как насчет цыган, не было у меня материала, что было известно вне Рейха о том, что они творят с цыганами. Возможно, и не знали. Но про евреев знали точно. Знали уже в 1940-1941 году, и об этом знали англичане, об этом знали американцы, и только вот реакция началась уже к концу войны, к 1944 году. Почему так получается? В принципе, тоже можно понять, потому что сигналы, которые идут от самого общества во власть, они всегда так или иначе искажаются. Во-первых, существует финансовый интерес, а кому-то это невыгодно, ну и что, что он там обложен санкциями, а с ним выгодно торговать, он платит деньги и все. И существуют какие-то моментальные политические выгоды. Вот сейчас Саркази задержан из-за того, что он получал деньги от Каддафи. Вполне не знаю. Я, естественно, не могу ничего тут прояснить, но такая версия французским правосудиям излагается, и то есть это, конечно, абсолютно аморальное поведение. Я уже не говорю о том, как Саркази договорился о строительстве Местрали, а потом пришлось от этого отказа. То есть, деньги сильно влияют, семиминутные интересы влияют, интересы различных околовластных группировок влияют на принятие решений. Вот опять-таки из последних событий Мерзоянов, который уехал в США или эмигрировал и бежал в Соединенных Штатах, который связан с разработкой этого жуткого отравляющего вещества новичок, он еще лет 10 назад, кажется, он опубликовал формулу этого отравляющего вещества и пытался сообщить, сообщал американским властям, общество по защите от химического оружия, там целый ряд организаций, всех он пытался информировать, а его не слышали, а его не хотели слушать, не стали слушать. То есть, вот то, что, казалось бы, важно, значимо, не всегда, не всегда и быстро доходит до информации, не всегда быстро доходит до отресата. И все-таки можно сказать, что, хотя труднее всего услышать правду, но, как говорил Солженицын, одно слово правду весь мир перетянет. Именно потому, что правда так важна и с правдой так непросто, поэтому в любом обществе очень важную роль играют гражданские организации. Очень важна независимая социальная наука, которая ведет свои исследования, независимая от заказа власти и начальников. Очень важно независимое право и суд, который также позволяет выяснить истину. Мы видим, как сейчас тяжело с этим, как сложно в Украине. Обществу и государству и обществу и тому и тем и другим нужны независимые средства массовой информации. У нас с этим очень сложно, очень тяжело. Нужна постоянная свободная открытая гражданская дискуссия. Нужны свободные выборы. Со всем этим у нас очень сложно, хотя какие-то зачатки, какие-то элементы всех этих явлений существуют образования. Поэтому для нас жизненно важно России все это сохранить и все это воссоздать позднее, когда у нас произойдут глубокие демократические преобразования. В 1917 году в этот день была арестована династия Романовых. Однако мало кто мог предвидеть их дальнейшую мученическую судьбу. Мир недооценил большевиков читает писатель Виктор Ерофеев. Вообще все думали, что большевики на несколько дней или на несколько недель, на несколько месяцев. И поэтому казалось, что это все-таки пройдет, потому что это настолько пирамида, сложенная из кубиков, которая просто держится, поначалу держалась вообще непонятно на чем. А потом это все как-то стало укрепляться за счет страха и за счет расстрелов, за счет голода, что это удержалось. И тогда уже было понятно, что чем крепче это было, тем больше будет апелляций к каким-то серьезным историческим корням. Царская семья мешала режимам. Она была уничтожена. Мировая элита отвернулась от династии, полагает политолог Глеб Павловский. Судьба Романовых могла быть совершенно другой. Здесь, к сожалению, здесь нет никаких тайн. Фактически все было предрешено бесхребетностью временного правительства, которое боялось скандала в случае, если он отпустит Романовых из страны, и колебаниями британского двора, который тоже как бы не хотел выглядеть пристанищем для самодержавия. То есть, вот здесь была такая... То есть, все немножко слишком много боялись общественного мнения, и это стоило вот эту смерти несчастной семьи. Убийство династии было неизбежно, считает писатель Виктор Шандерович. Опять-таки, кто-то, наверное, мог предвидеть, логика развития событий не оставила убийцам другого пути, кроме убийства. Они узурпировали власть, они узурпировали власть, и было ясно, что живой Романов и живой наследник это сильнейший козырь в руках тех, кто планировал восстановить монархию. Подавить этот переворот, сделать контрпереворот и восстановить монархию. Существование наследников со всей очевидностью противоречило планам коммунистов остаться у власти. Поэтому, по большому счету, и Романов, и его наследник царевич были обречены. Это логика убийц. Им поздно было выходить наружу, они должны были идти дальше. И они пошли дальше. сегодня в гости студии философ Игорь Чубай с автор новой книги русской истории беседы о смыслах, части которой ежедневно вывешиваются на сайтах Москвы. В 1917 году в этот день была арестована династия Романовых. Можно ли было предвидеть их дальнейшую мученическую судьбу? Мне кажется, что предвидеть было крайне трудно, просто невозможно. Но я, пожалуй, буду говорить не о том, что было после ареста, а о том, что этому предшествовало. В какую эпоху работал Николай II, работал его отец Александр III. Какой была Россия, что происходило в России. Кстати, если говорить о любом из российских императоров XIX века, XX Николая Александровича, то, прежде всего, надо сказать, что это были самые образованные люди России. Николай Александрович получил прекрасную подготовку по военной тактике и стратегии. Его обучали лучшие генералы русской академии генерального штаба. Он прекрасно разбирался в праве. Он знал языки. Лучшие русские историки учили его истории. Кстати, такая деталь. Не все знают, что в России до 1917 года была цензура. В основном она боролась с неуважительным отношением к религии, к церкви и к Богу. Но цензура по отношению к чему гоголевские мертвые души не публиковали некоторое время. Потому что не бывает мертвых душ согласно православию, вере, душа бессмертна. То есть, это чисто религиозная визни мира отстаивалась. Но в любом случае цензура исторических работ в России была запрещена. То есть, самые лучшие книги по истории до 1917 года, их можно читать сегодня, они очень интересны. Это советская история, абсолютно мифология. Николай II обучался и русской истории, и языкам. В общем, это был человек с самым высоким образованием. Это главный критерий. Тогда это решение его самое обоснованное, самое, так сказать, грамотное, самое глубокое. Но если говорить не лично, я сказал, что, пожалуй, лучше все-таки не разбирать биографию этого человека, поскольку здесь столько наворочено и столько написано, столько противоречий, что нужно много времени, чтобы с кем-то спорить и что-то доказывать. Но и обосновать какие-то новые взгляды. Но просто что это было за время, что это была за эпоха? Вот Россия с 1325 года по 1880-82 год Россия непрерывно расширялась. Была эпоха собирания земель. Многие ненавидят это слово империя. Я считаю, что Россия была великой империей. СССР это абсолютно не империя, тоталитарный режим. Россия была великой империей. Россия расширялась, потому что она прошла через Ордынское иго. И все на Руси понимали, что только через собирание земель, через увеличение потенциала своего государства можно отставить свой суверенитет. во-первых, это способ защитить себя, а во-вторых, это еще и ответ на те внешние воздействия, которые происходили. Такая небольшая деталь, нам очень важная. У нас любят говорить про Крымскую войну, которая была первая неудачная война фактически за 200 лет. Но за 150 лет на 1709 год, победа под Полтаву, и после этого фактически русская армия всегда побеждала. Так вот, война в Крыму, она как бы закрыла или затмила другое событие. Во время войны в Крыму англичане, английские военные высадились в Петропавловске, Камчатки, высадились на Камчатке, и у них был план, еще четко не была эта территория зафиксирована, и ее правовой статус, и англичане собирались ее прихватить себе. И губернатор этого региона Муравьев Амурский, которая, кстати, его скульптура изображена на пятитысячной банкноте, вот он смог обвить этот десант, и вот Дальний Восток и Камчатка остались российскими. То есть, почему страна расширялась? Потому что ей угрожали, потому что ее нападали, потому что она смогла противодействовать. Вот эта эпоха расширения, она прекратилась в 1882 году, даже и ну, раньше, в общем, Александр III считается первым русским императором, который никогда не воевал. Ну, а дальше Николай II, который тоже не собирался воевать, хотя его и принудили участвовать в Первой мировой войне, не он нападал, а на нас напали. Но вот что было за время правления Николая Александровича Романова? Как менялась Россия? С 1894 года, когда он зашел на престол и до 1917-го демография населения страны выросла в полтора раза. Со 124 до 186 миллионов человек. Были эмигранты, эмигрировали в основном в Соединенные Штаты, в Америку, потому что Америка была страной где также был огромный экономический рост, подъем и поляки, евреи, две этнические группы, они выезжали. Но в Россию въезжало огромное количество людей, по количеству въезжающих стран, наши мы были на втором месте в мире, и демографический рост, рождаемость была очень высокая. То есть демографическая проблема не была, проблемы, были успехи демографические. Что касается экономики, то вот в этот самый период и главное, что не год, не два, не десять, а треть века, в русской экономике были самые высокие в мире темпы экономического роста, около 7% в год. Первое экономическое чудо это именно Россия. В это же время успешно функционировало наше сельское хозяйство, доля России в мировом агроэкспорте составляла 40%. Но напомню, что именно при Николае Втором был построен Транссиб. Сегодня уже многие забыли, что в 2016 году закончили строительство и цель Транссиба была как бы стать конкурентом Советскому каналу, сделать так, чтобы основной перевал, перевалка груза из Азии в Европу шла через нашу территорию, через Транссиб. И они это сделали, они его построили. Годиал, что большевики превратили Транссиб в зону ГУЛАГа, и никакой перевалки тут не происходило грузов. В то же время при Николае Втором была построена еще одна грандиозная железная дорога, китайско-восточная железная дорога, которая соединяла Петербург с Порт-Артуром на Желтом море. То есть огромные успехи, огромные достижения. Если говорить о социальных науке, вот этой экономикой сельской хозяйственной демографии наук, данному расходу назвать, наверное, десяток имен, и нетрудно любому слушателю назвать десяток имен великих русских ученых, которых мы помним до сих пор. Это и Менделеев, и Лобачевский, и Ковалевская, и Семенов-Теньшанский, и Пржевальский, и историки Соловьев и Ключевский, и наш Попов, изобретатель радио, и наш Можайский, и так далее, и так далее, и так далее. Попробуйте сегодня назвать десять великих ученых нашей страны, которые знают весь мир. Ну, про серебряный век русской поэзии, как-то уже и говорить, наверное, излишне, потому что вообще был духовный подъем. Что касается Первой мировой войны, то Россия, еще раз это повторю, Россия побеждала в Первой мировой войне. 26 октября 1917 года в Лодзе представитель правительства Австро-Венгрии и министр странных дел временного правительства России должны были подписывать договор о компьютерах с Австро-Венгрией, выходе Австро-Венгрии из войны. Через неделю выходила Болгария. Повторяю, это было намечено на 26 октября 1917 года. Именно поэтому большевики 25 октября спешили совершить свой переворот, его совершили. Ну, можно много рассказывать, долго рассказывать об успехах, которые сопутствовали России с конца 19 века, о том, что к началу 20 века Россия вошла в 20 век с претензией на мировое лидерство, с прекрасными перспективами. Она побеждала войне и за все это мы должны благодарить и наш народ, естественно, трудолюбивый, крестьянство наше великолепное, которое тогда никто не истреблял, и, конечно, руководителя нашей страны Николая Второго. И поскольку фактически он был убит безнаказанно, никаких последствий, так сказать, ни юридических, никаких других не произошло, то остается напомнить известное афористическое высказание Федора Михайловича Достоевского. Не может быть счастливым зданием будущего фундаменте, которого лежит хотя бы одна невинно убиенная жертва. Пока мы не осудили Ленинщину, пока мы не осудили Сталинщину, пока мы не восстановили в нашей истории великих наших руководителей нашего государства настоящих, мы не сможем выйти из кризиса. Ситуация наша будет тяжелой. В 1999 году в эти дни начались натовские бомбардировки Югославии, однако нужной политической цели они в результате не достигли. Бомбежки были хорошо продуманы, считает писатель Виктор Шандерович. Натовские бомбардировки Югославии это пример безвыигрышности некоторых ситуаций. И напомню, что натовским бомбардировкам Югославии предшествовал геноцид населения. Геноцид, взаимный геноцид, гражданская война, а геноцид управляемый из Белграда, геноцид, война развязанная Белградом. Напомню, что первые бомбардировки по Хорватии мы наблюдали в 1992 году, и это была Югославская авиация бомбила города. Югославская армия обстреливала и Югославская армия обеспечивала геноцид. Давайте не забывать об этом, когда мы довольно без большого энтузиазма вспоминаем натовские бомбардировки Югославии. Нельзя позволять тиранам приходить к власти. Нельзя позволять тиранам укрепляться во власти. Потому что потом уже легких лекарств не бывает. Бомбардировки Югославии были ошибкой, считает политолог Глеб Павловский. Бомбардировка Югославии в 99-м году была стратегически бессмысленна. На самом деле об этом говорилось тогда же. Потому что теоретически за бомбардировкой должно следовать вторжение сухопутное. Никакая бомбардировка не может привести к военной победе. А НАТО совершенно не собиралось воевать в горах Югославии с сербами. Поэтому это был такой экстаз силы. У Запада, у Соединенных Штатов было такое ощущение однополярности, что им хотелось показать, продемонстрировать свою силу. Югославия была удобным случаем и жертвой. Возмущен бомбардировками Югославии писатель Виктор Ерофеев. Бомбежка, конечно, это жуткий вопрос, потому что это мирное население. Я был в Белграде после, и я видел вот эти разбомбленные дома, ну, они утверждают, что они такие сверхточные американцы, что, в общем, никого не должны были убить, но, конечно, поубивали. Не достигли этих целей, Сербия по-прежнему антиамериканская по своей сущности, и мне кажется, что, в общем, бомбежки это был не выход. С другой стороны, как это всегда бывает, это же такая, когда начинается война, тогда пойди поразбери, что хорошо, что плохо, потому что сдвигаются все понятия добре и зле. Ну, что такое бомбежка Хиросимы и Нагасаги? С одной стороны, чудовище, которое просто невозможно себе представить, а с другой стороны, японцы остановили войну, и сколько народ не погибло из-за этого. И ведь приветствовали же советы, приветствовали бомбежку первоначально. В эфире программа Грани недели в студии Владимир Карамурза. Продолжим наш выпуск через несколько минут. Реклама Встречайте чемпионов! Зарегистрирован рекорд по упаковке целой квартиры. 15 минут. Газелькин рулит. Сделайте заказ всего за 349 рублей только до конца марта. Закажи по телефону 3 миллиона. Код 495. Реклама на радио Эхо Москвы. 589-27-29. Код 495. 589-27-29. Код 495. В воскресенье в программе Детская площадка с папашей Бундманом подводим итоги окружных этапов Всероссийского детского конкурса чтецов «Живая классика». У нас в гостях основатель фонда «Живая классика» Марина Смирнова и ученик 9 класса Марат Мангов. Детская площадка в воскресенье после 9 утра. Древние греки, римляне и современный русский язык. Такова тема воскресной программы «Говорим по-русски». Гость передачи профессор высшей школы экономики Гасан Гусейнов. «Говорим по-русски». В воскресенье после 11 утра. В воскресенье после 14 часов поем дифферант режиссеру, основателю и художественному руководителю первой национальной премии Российской академии кинематографических искусств премии МИКа Юлию Гуслину. В воскресенье после 16 часов слушайте повтор программы «Невзоровские среды» с публицистом Александром Невзоровым. «Невзоровские среды». В воскресенье после 16 часов. В последний день недели вечером мы в программе «Точка» как всегда обращаемся к миру высоких технологий. Пометьте в своих ежедневниках в воскресенье в 21 час. И «Точка». День в день. Час в час. Минута в минуту. «Эхо Москвы». «Эхо Москвы». «Эхо Москвы». Постоянно обсуждаются. Уже кажется, все сказано, все названо, но новые наблюдения, новые мысли. Поэтому коротко я хочу об этом рассказать. Несколько реплик отдельных. Каждая из них, по-моему, по-своему, содержателна. Вот украинские комментаторы говорят, что если бы у них началось такое давление на избирателей и такое жесткое требование принять участие, то через пять минут они бы вышли на Майдан. Но я не уверен, что они вышли бы на Майдан через пять минут. Но вот так они говорят. Такой комментарий. По поводу этого требования принять участие в голосовании, я могу сказать, что был изнасилован буквально русский язык. Вот в выпуске новостей я слышу такое сообщение. в нашей области 43% уже исполнили свое право и проголосовали. Вообще правом пользуются, исполняют обязанности. Исполнить право это, конечно, абсурд такой словесный. Любопытно опять-таки из наших сообщений официально, что в одном из городов частности Москве был открыт пункт для голосования лиц без регистрации, то есть бомжей. Вот очень интересно, что перепись бомжей не попадает. Переписчики не обязаны их указывать, есть у них специальная инструкция, они, как правило, не указывают, а вот голос был настолько важен, что специально для них открыли пункт голосования, причем пойди проверь, кто голосовал, как голосовал. Мой друг из Нижнего мне сообщил, что всю ночь уик-тик сидел и выправлял бюллетени, потому что никак не получалось даже 50% пришлось им поработать. Так что госпожа Панфиловой большой привет. Интересно, что произошло после выборов. Все слышали о том, что Ксюша Собчак передала президенту список из 16 заключенных, узников, политзаключенных, которых предлагается выпустить на свободу. Интересно, что буквально спустя 2-3 дня в СМИ было сообщение о том, что президент дал поручение рассмотреть и принять решение. Я вот подумал, знаете, какая удачливая Ксения Собчак, как же она так талантливо смогла воздействовать на президента. Я сам участвовал в демонстрациях, мы там орали не своим голосом, свободу политзаключенным, свободу политзаключенным. Ну, кого-то хватали из наших, кого-то везли на участки, вот, но никого не выпускали. Мы знаем, что масса была пикетов, одиночных пикетов с требованием выпустить на свободу ни в чем нет реакции. Даже знаменитая Людмила Алексеевна Патрёва только попросила только одного узника выпустить. А у Ксюши как-то сразу получилось. Видимо, у нее очень перспективная харизма политическая, и, видимо, у нее будет большая дальнейшая политическая карьера. Но вот, если говорить не об этих таких, на мой взгляд, ярких деталях, а по сути, ведь трактуется, итоги выборов, ну как, 73% проголосовали за президента. Ну, огромный успех, огромная победа. Вот, болтай, не болтай, там приписывали, не приписывали. Навальный уверяет, что 10 миллионов голосов ездило в разную сторону, так сказать, выдумано и так далее. Но, тем не менее, победа была. Но, на мой взгляд, это очень страшная победа. И надо разобраться с теми, кто голосовал. Какой смысл? Что это значит? Когда-то я занимался социологией, профессионально, поэтому, вот, это главный вопрос. Какие люди голосовали? Почему они голосовали за? Ну, конечно, это бюджетники подневольные, которых контролировали, которые, вплоть до того, что должны были фотографировать свои бюллетени, это понятно, об этом тоже писали. Но, действительно, миллионы людей сознательно поставили галочку напротив фамилии Путин. Кто это и что это? Вот, та же социология показывает, что это самые обездоленные, самые лишенные, самые нищие, самые, те, кто находится в самом тяжелом положении. Вот, именно они голосуют за это власть, потому что, когда с ними начинают разговаривать, зачем, почему? Ответ очень простой, будет хуже, да не дай бог еще менять. Слушайте, у нас война идет, наши люди погибают, они отвечают, так война же на чужой территории, а то будет на нашей, это вообще кошмар, ни в коем случае нельзя ничего менять. То есть, это люди, которые категорически выступают против реформы, против изменения в лучшую сторону ситуации в нашей стране, и вот они победили. А остальные либо просто не верят в эти выборы и не участвовали в них, либо голосовали за оппонентов, за оппозицию. Вот, я думаю, что задача наших публицистов, журналистов, наших относительно еще свободных средств массовой информации заключается в том, чтобы объяснить, что если не будет реформ, то будет хуже, и мы можем потерять страну. Поэтому голосовать нужно про домов и принять правильное решение. Да, ну и к этому я еще добавлю, что очень характерная была реплика Жириновского, который много чего говорит, но когда Жирик сказал, что следующих выборов не будет, это, я думаю, очень точное наблюдение, потому что усилия по вот этой мистификации выборов настолько откровенные, настолько прозрачные, что просто они перестают работать, и это очень дорого стоит, во всех смыслах, в смысле финансов, и в смысле как бы, ну, издержек капитала, морального капитала, люди перестают доверять в эту систему, и десятки миллионов просто не ходят, поэтому страна нуждается в переменах, и мы должны их приблизить. В 1970 году академик Сахаров Рой Медведев и Виктор Турчин написали в Политбюро письмо трех за демократизацию СССР. Смысл акций диссидентов понятия писателя Виктора Ерофеева. Смысл имеет любая акция, которая ставит под сомнение тоталитарный или авторитарный режим, и если люди авторитетные и правильно письмо составлено, конечно имеет смысл, потому что эти режимы они уничтожают и душу людей, и их тела, и их мечты, и с этим невозможно просто жить. Но люди живут, потому что у них нет инструмента это разбомбить. А такие люди как Сахаров, они помогли все-таки что-то сделать и к чему-то привести. Ну, видите, в конечном счете ничего не получилось, но попытка была сделана. Письмо диссидентов сыграл свою роль уверенный политолог Глеб Павловский. Я не согласен с тем, что это письмо было актом отчаяния, это письмо было актом воли и силы и демонстрации интеллекта, демонстрации, если хотите, равенства. Они писали в политбюро как равные, считая себя столь же компетентными в этих вопросах как минимум, как политбюро. Ну, естественно, политбюро не принимало эту позицию, но это письмо сыграло колоссальную роль в политизации советской интеллигенции и в развитии диссидентского движения. Это один из ключевых моментов взлета диссидентского движения в 70-е годы, потому что они показали, так делать можно. Диссиденты победили своих гонителей, уверен писатель Григорий Сандерович. Я бы не назвал это актом отчаяния, письмо трех за демократизацию в СССР. Это то, что он говорил, Котом Старший делает что должен и пусть будет что будет. Они победили, они победили, потому что СССР не стало почти в предсказанный период. Амалерик говорил о 1984-м годе, чуть-чуть побольше на 5-6 лет. На самом деле побольше. На самом деле уже распад начался в 89-м совершенно очевидный процесс, несовместимый с существованием Советского Союза. Уже Литва начала отделяться в 89-м году. На 5 лет не угадали. Нет, в этом не было никакого отчаяния. То есть, может быть, это ощущалось как отчаяние, но это был акт, который следовало сделать, они его сделали. Как ни странно это бывает, но они победили. И так бывает всегда. Одиночки, которые кажутся безумными. Мартин Лютер Кинг, Христос. Все это вначале безумие и маргинальность. А потом выясняется, что это столбовой путь развития. Сегодня почитал почитал в источниках замечательное письмо. Интересно, что мы не вспоминаем письма каких-нибудь ударников труда, каких-то передовых шахтеров, передовых ткачих и передовых строителей, потому что это липа. А вот это письмо, письмо инакомыслящих, письмо диссидентов, которые тогда формировались, зарождались, оно очень интересно. Чем оно интересно? Почти забытое, а вот содержательное. Что в этом письме актуально? Интересно, вообще, если бы это письмо сейчас опубликовать и пару абзацев там убрать, несколько фраз убрать и остальное не менять, то будет впечатление, что оно написано сегодня. Вот ручаюсь, можете посмотреть в интернете, найдите это письмо, и вы увидите, как вчера писали. Что актуально? Актуально то, что о чем пишет Сахаров и его савторы, о том, что проблема бюрократического сверхконтроля удушает страну. Так она сейчас удушает. О том, что у нас очень низкая производительность труда, потому что у нас система несовместима с инновациями, с творчеством. Особенно отстает, как пишет Сахаров, вычислительная техника, компьютерная техника. Ухудшение уже они констатировали ухудшение в сфере образования. Уже это письмо трех, повторяю, написано в 1970-м году, почти 50 лет назад, оно фиксировало рост проблем преступности, пьянства и наркомании, которая тогда начиналась, а сегодня мы среди лидеров, к сожалению, по этому страшному показателю. Авторы пишут, что если их итоги, как бы, их довольно большое письмо, и они, подводя итоги, говорят, что если не произойдут изменения, то мы обречены на тотальное отставание страны, на полный провал наших программ и на как бы проигрыш в соревновании двух систем. что делать? Знаете, ответ не поверите. Вот какой предлагает ответ Сахаров и его единомышленники? Ответ очень простой. Ну, конечно, нужна демократизация, ничего не скажешь другого, потому что нужна в стране критика и нужно соревнование, нужна власть не должна сидеть постоянно, неизменно и править без всяких смен и перемен. Об этом и пишет Сахаров. И это и сегодня так же актуально, как было актуально 50 лет назад. Только тогда вот Сахаров и его, повторяя, и Рой Медведев и Турчин, я сейчас не буду о них говорить, но они всерьез писали. Они считали, что это возможно, потому что не так уж давно ушел Хрущев до этого, и поэтому они не просто говорят, что нужна продуманная целостная программа, поэтапно, ни в один день, ни в один, ни одним махом, а постепенно людей подготовить, это абсолютно верно, вот, и тогда можно, тогда страна начнет успешно продвигаться. Надо сказать, я уже несколько рассказал, что системные проблемы почти не изменились, вот за эти 50 лет система практически не изменилась, изменились мы, мы стали острее, глубже понимать происходящее, а государство в сущности осталось тем же самым, и предсказания Сахарова, конечно, во многом сбываются, но есть вещи, которые изменились, вот мы изменились, потому что Сахаров-то надеялся на первое время, надеялся на сотрудничество с властью, там даже есть такие фразы, что это будет укреплять фундамент коммунизма, но сегодня мы улыбнулись бы, читая такую фразу, какой там фундамент коммунизма, но сегодня мы уже как-то демократы не пишут письма президенту, потому что это бессмысленно, пишут письма самим гражданам, самим соотечественникам, а не президенту, президент и так узнает о наших взглядах, воззрениях, к сожалению, в стране восстановлена система доносительства, как говорят сами, чекисты, как они себя называют, позорно, вот, поэтому все, что мы думаем, все, что мы говорим, если это значимо, то это попадает наверх, вот, с народом поделиться, с гражданами поделиться, вот, такие письма сегодня пишут, и сегодня речь идет не о том, что нужно совершенствовать существующую систему, эту систему нужно демонтировать до основания, созданной большевиками, начало всему этому, октябрь и 17-го и январь 18-го разгон учрительного собрания, вот это начало нашего кризиса. Ну, и до сих пор, до сих пор, к сожалению, мы живем в ситуации, когда люди, которые говорят правду, как и Сахаров, как и другие диссиденты, и сегодня они подвергаются гонениям, подвергаются репрессиям, а те, кто проводит репрессии, тот уютно устроился во властных креслах. Вот эта ситуация, конечно, абсолютно ненормальная. В 1633 году в этот день Галилей отрекся от своих убеждений. Почему же его пример стал классикой конформизма? Галилей нечего ответственность перед всем человечеством, считает писатель Виктор Шендерович. Отречение Галилея, печально пошутил я лет 25 назад, частое отречение Галилея способно остановить планету. Если очень долго отрекаться, да, планета может и остановиться, перестать вертеться. Оно стало классикой конформизма, потому что с Галилея большой спрос. Потому что нету спроса с какого-то безымянного человека, который спасает свою жизнь отрекся от убеждений. из Галилея из Галилея есть больший спрос. И Галилей Брехтовский из пьесы Брехта с печалью говорил своему ученику, что был момент, когда я был сильнее их, но я не понял этого, мы могли победить. Они, да, ты зря струсил, могли победить. Никогда это неизвестно заранее. Это под задним числом может быть можно предполагать. Заранее это быть известно не может, и человек платит за неточную трактовку, должен заплатить своей жизнью. Этого нельзя требовать от человека. Поэтому я бы не стал, я не выступаю жестко, так сказать, по поводу Галилея. Это я говорю об этом по разным поводам. Это просто разные стратегии. Стратегия Джордана Бруна и стратегия Галилея это просто две разные жизненные стратегии, исходящие в том числе из характера, из возможностей, из душевной силы человека. Никто не вправе требовать подвига от другого человека. А это стратегия. И отрекшись, Галилей продолжил драйвить свои стеклышки, как известно, и додрайвил их, так сказать, весьма существенным образом. Через какое-то время то, что земля вертится и то, что нет никакой звездной тверди, стало очевидностью, с этим уже пришлось смириться церкви. Галилей победил так же, как победил и Джордана Бруна. Они оба приблизили торжество разума. Не осуждает Галилея политолог Глеб-Павловский. Поступок Галилея не был конформистским в нашем смысле слова, потому что само это понятие тогда в таком виде не существовало. И здесь было скорее отношение к идее. Разные типы европейского отношения интеллектуала к своим идеям. Конформистам Галилея стали считать в 20 веке, когда уже появилось общественное мнение, когда появились позиции интеллектуалов. Знаете, во времена Галилея не было никакого общественного мнения, которое готово было его поддержать, а вот инквизиция была. Галилей жил в опасное время, считает писатель Виктор Ерофеев. Были другие времена, были другие представления о смелости. Дело в том, что ведь поди он не отрекись, были бы пытки такие, что никому не пожелаешь. У нас же эти пытки были в 1938 году, и почти все подписали показания на своих друзей, знакомых и так далее. Галилей бежал не от своего знания о планетах, а от пыток, от своих мучений, пойди разберись, прав он или не прав. Когда смотришь на 1938 год, конечно, думаешь, могли бы выстоять, но не выстоять. Но мы же в конечном счете ни Бабеля не осуждаем, ни Мирхольда, просто сочувствуем. сегодня сегодня гости в студии философ Игорь Чубай с автором новой книги русской истории беседы о смыслах, части которой ежедневно вывешиваются на сайтах Москвы. В 1133 году в этот день Галилей отрекся от своих убеждений. Почему его пример стал классикой конформизма? Галилей 18 дней находился под арестом. Историки, специалисты по его биографии спорят, то ли он подвергся пыткам, потому что в некоторых письмах он писал, что ему ужасно болит бок, намекая, что были пытки. Другие считают, что все-таки его не пытали. Но после 18 дней ареста и пребывания в этом самом заведении тюремном, он встал на колени и отрекся. Это фактология. Но конечно вот эта проблема, проблема правды, свободы, ответственности, диктатуры, тоталитаризма, авторитаризма, это фундаментальная проблема, которая для нас очень важна сегодня. И поэтому она конечно интересна, и поэтому тут сразу возникает много разных ассоциаций, много разных воспоминаний. Но вот теперь я уже не о фактологии, а о символическом смысле. Ну и еще Бертольд Брехт написал свою пьесу «Знаменитую жизнь Галилея», которую я естественно не буду пересказывать, но в которой рефреном звучит фраза «И все-таки она вертится». «И все-таки он за то, чтобы отстаивать правду, отстаивать свою позицию, несмотря ни на что». Евтушенко написал известное стихотворение, в котором такие строчки «Ученый сверстник Галилея был Галилея не глупее, он знал, что вертится земля, но у него была семья». Вот такой ответ, такой подход. Владимир Высоцкий тоже мимо этой темы конечно не мог пройти, он сам был пассионарием, его песня о канатоходце, он не вышел ни званием, ни ростом, ни за славу, ни за плату. На свой необычный манер он по жизни шагал над помостом, по канату, натянутому как нерв. Вот он отставил свою позицию, он шел, рисковал, а что дальше? То есть вот даже в искусстве эта тема вот при трехминутном так сказать времени она сразу вспоминается. А как же нам сегодня поступать? Как действовать? Как быть? Идти на компромиссы, отстаивать свою позицию, не спорить с властью, не рисковать. Вы знаете, конечно, сегодня у нас вообще очень специфическая ситуация, у нас сегодня нет героев, у нас сегодня нет ценностей, некому следовать, некому копировать. Непонятно, кто герой. Герой тот, кто беден, ну, вроде нет. Тот, кто очень богат, тоже, конечно, нет. Тот, кто делает карьеру, да нет. В общем, вот в Советском Союзе были герои, а в постсовке даже нет таких людей, на какое-то время там ввели звание Героя России, ну, два-три награждения прошло, и все, потому что непонятно, кого награждать, потому что кризис ценностный, идейный, системный. И тем не менее, наша история подсказывает, что героями в России всегда были люди совести. Они есть, нужны, и они будут дальше. И о них писал в свое время еще Гумилев, который вел понятие пассионарий. То есть, пассионарий это те, для кого нельзя купить, потому что деньги для него не играют значения. Это те, для кого важна не славы, потому что не ради славы. Это те, кто работает не за какие-то поблажки и живет не ради каких-то подачек. Это человек совести, это человек, у которого есть идея, и который эту идею отстаивает. Это все о главных новостях уходящих 7 дней. Вы слушали программу «Грани недели» на волнах радиостанции «Эхо Москвы». В студии работал Владимир Карамурза. Всего вам доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!